Ахмед Закаев, председатель Кабинета Министров Чеченской Республики Ичкерия, находится с нами на прямой связи. Ахмед, рады вас видеть и приветствовать в нашем эфире. Взаимно, взаимно я тоже рад быть с вами. Добрый вечер. Действительно, сегодня тему в очередной раз поднимаем, говорим о коренных народах. И вот тему наша на сегодня, господин Закаев, называется «Тюрьма народов. Россия вечный агрессивный колонизатор». Очень часто термин и фразеологизм «Тюрьма народов», он был как-то непосредственно связан с Советским Союзом. И вот историческая память о том периоде для многих действительно, не только если мы говорим сейчас о субъектах Российской Федерации, да и в частности для Украины, для многих уже независимых государств, действительно Советский Союз был тюрьмой народов. И если бы он, наверное, не был демонтирован, то все-таки и другие органы определенные, в частности тоже КГБ, сохранили свою власть. То наверняка трагедий бы очень глобальных еще больше произошло и было больше. Сейчас говорят, что тюрьма народов – это Россия. Она должна быть развалена. Но каким образом? Вот хотелось бы у вас спросить, в частности, если мы говорим о Ичкерии, говорим о других субъектах, мы показывали материалы и кадры из Дагестана. Каким образом можно вырваться сейчас в современном мире, в 2023 году? Каким образом можно вырваться из тюрьмы народом, именуемой сегодня Российской Федерацией? Добрый вечер еще раз. Знаете, вы затронули тему, которая сегодня, в принципе, обсуждается все время. И в международных институтах, и в национальных республиках, да и в самой России, и в российских политических кругах. Потому что то, что происходит сегодня в Украине, то есть война в Украине, развязанная Путиным и Россией, она приближается к концу. То есть к концу приближается российская имперская эпоха. То есть поражение России в Украине, это будет означать, что того государственного образования, или того государства под названием Российская Федерация, которую мы знали до начала российской агрессии в Украине, этой страны, скорее всего, больше не будет. И мир должен быть готов к этому. Я не сомневаюсь в том, что уже в ряде национальных образований в самой России, за исключением даже Кавказа, идут те процессы, которые в конечном итоге приведут к тому, что будут созданы новые государственные образования на построссийском пространстве. Как это было в свое время на постсоветском пространстве. Российская тюрьма народов, это не только советский период, и даже псевдодемократический период России, этот термин абсолютно применим к Российской империи, хотя был подписан так называемый федеративный договор. Но дело в том, что впервые за всю историю существования России и Российской империи у них появилась реальная возможность создать в соответствии с международными нормами, создать правовое государство. И те республики и народы, которые после распада или после трансформации СССР в СНГ, эти народы, принявшие свою декларацию о независимости, объявившие о национальном суверенитете, добровольно подписали федеративный договор с Россией. И в конечном итоге люди, эти республики рассчитывали на то, что все эти моменты, которые были отражены в их конституциях и в самом соглашении, подписанном между субъектами федерации, что они будут соблюдаться, и у этих народов будут все права. Но, к сожалению, мы потом увидели и в последующем стали свидетелями того, что Россия абсолютно вероломно поступилась этими народами. Договор, подписанный между субъектами в 92-м году, должен был быть пролонгирован в 2002 году. И российское федерация, вернее, российское руководство в лице Путина в одностороннем порядке денонсировали этот договор. И практически с 2002 года вот то государственное образование, которое развязало войну против Украины, оно является абсолютно нелегитимным. И поэтому я уверен в том, что распад и демонтаж этого российского образования, нелегитимного российского образования, оно пройдет именно после поражения России в Украине. И эти процессы идут. И нам уже всем надо быть к этому готовы, чтобы мы не повторили ту ошибку, которую повторили после распада СССР. То есть поверив тем, кто пришел на смену коммунистам, тем демократам, которые на определенное время перекрасились демократов, поверили им и дали им возможность, чтобы они взяли реванш. И они развязали войну. Начали они с Чечни, и сегодня они заканчивают уже в Украине. Но сколько жертв принесено, сколько людей погибло за все эти годы, 20 с лишним лет, пока мир не осознал, что эта страна, это государство, и это государственное образование представляет угрозу всему человечеству. Сегодня это понимание есть. Я думаю, что мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы приблизить конец Российской империи. Ахмед, вы, ваши единомышленники из разных национальных республик России, Российской Федерации, встречаетесь в разных городах Европы, регулярные форумы проводите. Владимир Путин тоже провел форум в хорошо нам с вами известном городе, Пятигорске. Это на Северном Кавказе, Ставропольский край, прямо на границе с Кабардино-Балкарией. Оттуда, я поясняю нашим зрителям, начинается уже национальный Кавказ, который состоит из национальных республик. И там он встретился с Советом по межнациональным отношениям, тоже эти же темы обсуждал, и напрямую вам передал привет. Посоветовал в Праге пить пиво, есть шпикачки, которые он почему-то называет спикачки. Но если кроме шуток, а почему он обратил внимание на это, на ваши встречи, на ваши инициативы? Это ведь прямой ответ вам, вы тоже так это воспринимаете? Безусловно, я и говорю, что в самой России идут эти процессы, и Путин далеко не дурак. Он понимает, что происходит. Он понимает, как будут развиваться события в последующем, когда он должен будет или вынужден будет капитулировать, или российская армия будет просто разгромлена уже на территории Украины. И в этом случае, естественно, там могут начаться неконтролируемые процессы. И Путин это очень хорошо понимает. И как всегда, как обычно, как во все времена, когда империя приходит к своему концу, когда она есть угроза распада, руководство или Кремль всегда начинает заигрывать с национальными меньшинствами, с национальными республиками, с этническими группами. Это было и после Кавказской войны. Это было и перед распадом Российской империи. Это было и в последующем, когда разваливался или приходил к концу советская эпоха. Вы помните законы, которые были приняты Верховным Советом СССР, осуждающие депортацию, предлагающие меры реабилитации рефрессированных народов. Было сделано столько заявлений, что это ошибки прошлого, что это были перегибы, и что сегодняшняя власть и Кремль осознает это и будет способствовать тому, чтобы каким-то образом смягчить все это. И вернее, что они чувствуют вину, историческую вину, и что должны все делать для исторической справедливости. И то же самое сегодня Путин понимает. Как только произойдут изменения здесь, то есть когда будет Украина деоккупирована полностью в тех границах, общепризнанных международных границах, то, естественно, все процессы по демонтажу этой империи начнутся там. И поэтому главной угрозой, как ему кажется, и ему это правильно кажется, это Кавказ и кавказские народы, которые силой удерживались сотни лет и в последующем обманным путем включили снова в эту федерацию и снова нарушили те договоренности. И сегодня эти народы имеют реальный шанс снова воссоздать свои государственные образования и уже, будучи субъектами международного права, создать другое государственное образование именно на Кавказе. И именно этому и была посвящена наша конференция 27 мая, потому что мы говорили, отмечали 105-ю годовщину создания Горской республики, конфедерации народов Северного Кавказа. Это произошло после распада Российской империи. И сегодня мы стоим прямо вот в тех же временном отношении и в переменах, которые грядут, то та же самая история повторяется через 105 лет. И поэтому он понимает, что вот у этих народов есть реальная возможность восстановить свою государственность, а это означает распад Российской империи. Мы сейчас продолжим, немножечко добавив информации. На Россию надвигается новая революция. Ее запустит прежде всего поражение в войне против Украины. В частности, мы об этом сегодня с вами говорим также в нашем эфире. Такой прогноз в статье для The Telegraph озвучил полковник армии Великобритании в отставке Ричард Кэмп. Он напомнил, что война в Афганистане, которая фактически длилась 10 лет, унесла тогда жизни более 15 тысяч граждан СССР. Сыграла немаловажную роль в распаде именно Советского Союза. Тогда утрата ощущения советской военной непобедимости ободрила диссидентов, включая недовольных ветеранов войны, их семьи, особенно в республиках, на которые упало непропорциональное бремя потерь. В то же время была подорвана уверенность лидеров в том, что они могут полагаться на армию для подавления восстаний. Сейчас же последствия развязанной России войны против Украины более острые, потому что потери намного больше и в короткие сроки. С тех катастрофически неудачной войны, наверное, можно было бы легче пережить в стране с большой структурной устойчивостью. Но Российская Федерация чрезвычайно хрупкая. Ее энергозависимая экономика разорвана санкциями. Разгул коррупции вызывает все больше возмущения населения с ограниченными перспективами процветания, которые война еще больше сократила. Между тем растет этническое возмущение среди нероссийского населения, заплатившего самую высокую цену в боевых действиях. Мы вполне можем столкнуться с длительным хаосом, насилием, восстаниями и репрессиями, с боями между российской армией, национальной гвардией, службами безопасности, множеством частных армий, а также столпами на улицах с виллами. Ричард Кэмп, полковник армии Великобритании в отставке в статье для The Telegraph. Ну, Ахмед, вы сами в Великобритании находитесь. Знаете, как конспирологи сейчас скажут, ну, конечно, кто как не англичане, которые всегда устраивали в России революции, будут это писать. Но мы не о них, не о британцах. Я с огромным вниманием наблюдал за белгородской операцией русского добровольческого корпуса, я думаю, и вы тоже. Знаете, какая мысль у меня была? Я помню так называемую контртеррористическую операцию на Северном Кавказе. И, как помните, в этом статусе республики жили годами после Второй Чеченской войны. И там не то, что какие-то движения военные, там за любое слово, которое противоречит политике ФСБ, людей сажали, репрессировали. А тут пересекается государственная граница. Да, мы видим несколько, двое суток почти, непонятно, что происходит. Как вы думаете, это событие, конкретно эта белгородская операция, она как-то повлияет на ситуацию на Кавказе? Безусловно. Она повлияет на ситуацию в России. На Кавказе это уже отдельная тема, но на Кавказе такого рода инциденты или вещи происходили давно и происходят. Последние 20 лет на Кавказе идет война. И вы помните, и первую Чеченскую войну, это были не просто диверсионные группы, которые захватили какие-то один-два населенных пункта. А была широкомасштабная война. И эта война, в принципе, сегодня тоже не закончилась. А вот в самой России, внутри России, этого не было очень давно. Это с момента развала, скажем так, Российской империи, после завершения гражданской войны, таких эксцидентов не было. И то, что произошло там, это очень хороший показатель того, к чему идет Россия и какие события грядут. И я уверен в том, что сами российские власти и Кремль осознают и понимают, что это. И вот, конечно, то, что эти ребята, они продемонстрировали нам, что нету никакой второй армии мира. Нету той великой империи, которая претендует на лидерство в мире и пытаются навязать миру именно свое понимание и свое видение мироустройства, новый мировой порядок. Этого всего, за этим всем, кроме декларации, не стоит ничего. Это вот ребята, которые вернулись в Россию, из Украины, они это и продемонстрировали. Это очередной раз и очередной плевок в сторону Кремля и тех вооруженных сил, которые пытаются захватить территорию Украины. У них у самих начинаются и начнутся скоро очень серьезные проблемы. И вот эта акция, которая была проведена российским, русским легионом, я знаю в любом случае Илью Пономарева, который открыто выступает, поддерживает это подразделение, и там формируются сегодня и создаются очень серьезные силы, которые могут в будущем стать в авангарде в авангарде освобождения России, создание нового государственного образования. Вы помните, после Первой мировой войны Австро-Венгрии создали Польский легион. Сегодня здесь создаются несколько легионов, и один из них – русский легион. Вот в свое время Польский легион стал ядром независимости и восстановления государственности. Я думаю, что те люди, которые сегодня создают этот легион, понимают, что у этой страны того будущего или тех границах, в которых она находилась, она не может существовать. Я думаю, что они понимают, что распад или демонтаж этого государственного образования неизбежно, но они будут отстаивать уже суверенитет и независимость правого государственного образования, который может называться и Россией или каким-то другим названием. Но того государственного образования, которым сегодня управляет Путин, я думаю, этого не будет. И вот то, что эти ребята вышли туда и спокойно прошли границу, провели там несколько дней и вернулись, это и показывает несостоятельность этого государственного образования. Еще важное событие было в Башкортостане, так как-то мимо основного новостного потока прошли массовые митинги в селе Ишмурзина. Там вышли местные жители против золотодобывающих компаний российских. Это сотни людей вышли, зрители, можете в Ютьюбе найти видеоролики этих сходов народных. Это тоже событие одного порядка, Ахмед, как вы думаете, связано с тем, что люди чувствуют в национальных республиках, что уже можно более свободно высказываться, несмотря на репрессивный российский режим. Вы как-то в контекст вводите вот эти события в разных республиках? Безусловно. Вы знаете, опять-таки это связано с войной в Украине. Если бы не эта война, и если до сих пор имперская политика или кремлевская политика в основном она базировалась на том, в частности на Кавказе, что главное это мир, и чистое небо, в частности самой Чечне всегда апеллировали к тому, что Кадыров-старший и Путин закончили войну, и сегодня народ чеченский, он освобожден от войны, имеет абсолютные возможности развиваться, размножаться, увеличиваться и заниматься созидательным трудом. Война Украины раскрыла все эти, несостоятельность этой пропаганды. И сегодня Кремль открыто пытается направить в Украину людей из нацменьшинств. Он использует их в качестве пушечного мяса. И Якутия, и Башкортостан, и Татарстан, и народы на Кавказе, они понимают, что они являются второсортными. И даже сами некоторые политические деятели, они не скрывают свое отношение к ним. И они открыто говорят, мы же их для чего-то откармливали, мы же их для чего-то поддерживаем почти все эти регионы дотационные, но теперь пусть едут на войну и отстаивают нашу страну. Вот этот подход к этой проблеме, к этим нацменьшинствам, естественно, на интуитивном уровне эти люди это понимают, понимали всегда. А сегодня уже это практически они стали жертвами вот этих заявлений, этих деклараций, и их используют в качестве пушечного мяса. почти в каждую семью вернули груз 200. И люди, если даже это не демонстрируют по телевидению, люди-то в регионах, которые находятся, они же знают реально, что происходит. И поэтому и экономически, и в военном отношении и сегодня они ощущают, что перемены они грядут и они должны быть готовы. Я думаю, где-то они будут способствовать тому, что эта страна будет демонтирована еще до начала самого, до окончания войны в Украине. Потому что к этому сегодня ситуация идет, и эти народы сами себя готовят к тем переменам. Ну и последний вопрос, Ахмед, посмотрим на Кавказ, все-таки Кавказ важен для всех. Я так заметил в последнее время в вашей риторике и в риторике ваших единомышленников, вы так акцент Ичкерии перенесли на Горскую Республику, на то, что это вопрос не одного народа чеченского, а нескольких народов Кавказа. Во-первых, почему это произошло, хотел спросить вас, и второе, как вы собираетесь, понимая, как сложно на Кавказе, в том смысле, что два соседних аула, это два разных народа могут быть, совсем разными языками, совсем разной культурой, и очень часто друг к другу относящихся, ну скажем, не всегда мирно. Как вы видите эту конструкцию вот в нынешнем, с нынешним Кавказом? Спасибо огромное за этот вопрос. На самом деле, очень многих людей это волнует. Но почему-то люди забывают, память оказалась очень короткой. Мы не зря провели, провели или отметили 105-ю годовщину создания конфедерации народов Северного Кавказа под названием Горская Республика. Это государственное образование просуществало три года, и оно было признано десятками государств, десятками государств. И оно имело абсолютно большие возможности и перспективы развития. Но, однако, и большевики с помощью, и белогвардейцы с помощью западных стран, и в последующем уже сами большевики разрушили эти государства. Горскую Республику Кавказа, Конфедерация народа Северного Кавказа, Народную Республику Украины, практически они создавались одновременно. И они готовились к подписанию соглашения о сотрудничестве в девятнадцатом году. Но появился Деникин, поддерживаемый западными странами, и он произнес это «Россия единая и неделимая». И прежде чем дойти до Москвы, он повяз войнах на Кавказе и в Украине. И в последующем именно из-за этих войн он и потерпел поражение и был вынужден бежать. И сегодня, когда мы говорим о возможном варианте создания Горского Союза или Кавказского Союза, вы знаете, в международном сообществе или в мире сегодня существуют такие страны или такое государственное образование, как Европейский Союз. А вы вспомните историю этих государств, что здесь происходило, какие здесь были, какие здесь происходили воины и столкновения. И вспомните Кавказ до российской экспансии. ни одного военного конфликта на Кавказе народ, народы, проживающие на Кавказе, они никогда не вели какие-то войны между собой. И сейчас, после того, как закончится влияние России, по тому же примеру, которое было уже в нашей истории 105 лет назад, я абсолютно уверен в том, что Кавказ может быть свободным, и Кавказ по аналогии Европейского Союза может создать такое же союзное государство, или такую же институцию для развития и созидания. Я абсолютно в это верю, и Кавказ это единый организм, да, со своими интересными интересами, со своими культурами. Но в целом кавказская культура и традиции, они абсолютно идентичны, и поэтому я верю ни религиозных разногласий, ни этнического противостояния, ни каких-либо там по границам, которые искусственно и Российской империи, и в последующем большевики заложили так называемые мины замедленного действия, они будут детонировать, они не детонируют, они будут обезопасены, и мы это сделаем, мы это знаем, но пока есть влияние России, всегда она будет провоцировать эти конфликты. И мы говорим уже о этом государственном образовании после того, как не будет сегодняшней России. Это этот проект на построссийский период и на построссийское время, когда эти народы объединятся, имея каждый свой национальный суверенитет, и создадут какое-то единое государственное образование. Я в это верю, и к этому мы должны быть готовы. А относительно Чеченской республики это факт, мы состоявшиеся, хотя находимся под оккупацией, независимое государство. Но мы были бы не кавказцами, если бы мы не желали бы своим соседям то же самое, и свободы, и независимости, и благополучия. А сегодня гарантии безопасности любой этнической группы это наличие своей государственности и добрососедские отношения с государствами, с народами, которые проживают рядом. Я в это верю, и я уверен, что мы сумеем это сделать. Ну что ж, Ахмед, спасибо, будем продолжать, рад на самом деле, давно мы с вами не разговаривали, вот что. Спасибо, Ахмед, за это включение. Спасибо, до встречи. Ахмед Жакаев, председатель Кабинета министров Чеченской республики Чкирия, был в нашем эфире.